здравствуйте мои уважаемые зрители канала taurus gaming ревайвал с вами гремлин серж который вам же говорил что на самом деле вы легенду о зельде третью увидите гораздо раньше чем вы можете предположить да это третья часть серии легенда зельни 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 легенда зельни и она называется если на русский связь с прошлым a link to the past перевод игры выполнил джин хакинг и другие многоуважаемые переводчики но мы начнем за легенду в зельда a link to the past здесь еще так интересно сделали дам поигрались со словами ли нашего же главного героя этих игр зовут линк и они тут так вот обыграли что типа линк в прошлом или связь но интересно интересно ох ну что я могу вам сказать многоуважаемые зрители это та самая игра с которой я как бы познакомился с этой серией и из-за которой я полюбил ее до этого я конечно же конечно же видел первую часть у тауруса но там знаете как это получилось я смотрел у него посмотрел пару серий мне стало интересно про зельду я слышал начал гуглить начал там смотреть все как и было и есть и решил поиграть сам ну первую часть я решил ну типа старенькая достаточно и все я нашел более-менее графически приятную для меня и выбор пал именно на эту особенно это был снэс же а игрушка выходила на снэс в девяносто первом девяносто втором году но в девяносто первом она выходила в японии и в девяносто втором во всем мире вот и я поиграл в нее и после этого наверное навсегда полюбил эту серию игр так что так и возможно возможно через много-много лет я переиграю во все зельды ну вот мы наконец-то создали давайте я потом еще поговорю когда у нас уже начнется сам геймплей то что сейчас пойдет много много текста потому что здесь у нас уже начинает появляться сюжет спасибо меня спаси меня пожалуйста меня зовут зельда я заключена в темнице замка колдун агах ним что-то сделал со всеми девушками только я осталась агахим захватил замок и пытается разрушить печать семи мудрецов я в подземелье замка пожалуйста спаси меня сергей я отойду ненадолго к рассвету вернусь не вздумай выходить из дома наш папка куда-то пошел ну я такой сказал что типа у нас здесь начался сюжет но немножечко я неправильно сказал сюжет был всегда во всех зельдах и на самом деле даже в обычных этих нибудь арка аркад как обычно люди прописывают сюжет вот но тогда он был знаете такой более поверхностный больше было на геймплей а тут уже начинается сама история ты нашел лампу с ее помощью можно зажечь факел или осветить себе путь вот но мы начинаем в доме вот такое пробуждение знаете когда линк спит на кровати и зельда с ним разговаривает стала некой такой знаете визитной карточкой но мы не будем слушаться папу и с вами уже пойдем на улицу к сожалению я уже приготовленный поэтому я знаю как что и где и поэтому я сразу же кидаюсь в огонь сказал что сейчас будет много сюжетных слов а сам беру и кусты раскидываю аурель я не жгу не деревья и теперь ими кидаюсь спаси меня я в подземелье замка я знаю что есть скрытая тропинка около замка ведущая в сад вот и что я могу вам сказать много уважаемых зрителей я могу вам сказать что что ты тут забыл так поздно малыш приходи когда подрастешь а сейчас быстро домой но домой мы с вами не пойдем мы здесь можем покидаться кустами мы еще они в счетах не все равно они нам вижу у тебя есть карта значит ты не потеряешься нажми кнопку x чтобы открыть ее у тебя мало манны пока не можешь использовать эту вещь следи за шкалой ман так вот у нас менюшечка какую кнопку x ты хочешь чтобы я нажал продолжить игру а вот такая типа карта вот у нас что я могу вам сказать много уважаемые зрители эта игра произвела фурор и до сих пор несмотря уже на больше больше получается чем 20 лет своего существования она до сих пор является неким каноном и так далее тому подобное и поэтому это достаточно культовая часть в игре а зелье в играх а зелье господи отучился уже разговаривать на камеру на запись и что я могу вам сказать единственное знаете меня как уже получается некого поклонника некого поклонника зельды найти что расстроило что эта игра получается вышла в девяносто первом спустя два или три года после спаси меня я в подземелье замка я знаю да бегу бегу зелье господи дай мне поговорить спустя там кажется два года после второй части которую я недавно совсем проходил и которая достаточно специфичная и шокирующая и все хорошо как бы игрушка стала культовой мировой все начали играть стала на каноном даже для определенных людей тот кому удастся разыскать потомков семи мудрецов получит в награду 100 рупий король ох какой ты щедрый парень вот после этого нинтендо для геймбоя взяла и выпустила еще одну часть зельды тоже неплохую но сами понимаете что геймбой вещь специфичная и графический там все немножечко печально эй тебе нельзя в замок сынок лучше иди домой и поспи немного нет я я я грустный блондинчик я хочу ходить под дождем грустить и думать о ней да знаю господи какая же ты нетерпеливая девушка сейчас приду дай мне разобраться со всеми кустами и потом и потом до 98 года зельда не выходила ни одна не вторая для меня знаете это немножечко печалит потому что нинтендо могли бы выпустить как минимум еще одну часть в этот промежуток и было бы на одну игру больше а ты выглядишь крепким для своего возраста сколько сможешь поднять подойди к предмету и нажми кнопку а чтобы поднять в свое время я подумал такое что ты даже не представляешь ну ладно пошлите к зельде то сейчас она опять снова заговорит и вот это меня немножечко расстраивает но а сама игрушка культовая как я уже говорил и я с радостью принимаясь за ее прохождение то что еще если учесть что походил я года два назад и теперь хочу вспомнить также стоит отметить то что у меня была дилемма очень большая дилемма в плане того что как бы в 2002 году на имбой адвэнс вышла ну типа переиздание этой игры вот но там есть немножечко совсем дополнительного контента и немножечко нового измененного все поправленного вот и я вообще изначально хотел бы поднять вопрос о том что может не пройти часть на геймбой адвэнс а не на снэс вот наконец у нас сразу же кидают в данж нас сразу же кидают в данж так папа ух сергей я не хочу втягивать тебя в это говорил же оставайся дома ну хорошо вот возьми мой меч и щит теперь слушай нажми удерживая кнопку б чтобы сконцентрировать энергию в лезвии после этого ты сможешь выполнить круговой удар мечом сергей у тебя получится ты сумеешь спасти принцессу зельта вот он нам говорил вот про вот это вот но я им обычно почему-то никогда не пользовался вот и я сразу же после прохождения 2 зельды собирался поднять вопрос о том что может мне вправду пройти как бы зельду на геймбой во первых почему я думал об этом ну во первых потому что все таки я снэсовскую проходил и ощущения будут знаете такие словно я уже это делал а геймбой адвэнс хоть и игра та же самая никак не измененная но все равно там немножечко перспектива другая то есть не так мелко и вообще мне нравится графические решения геймбой адвэнс пикселизация и все этому подобное там выполнено гораздо интереснее вот но немножечко измененного и не другой контент я думал может мне правда поиграть именно геймбой адвэнсовскую версию как потом же после покемонов я достаточно давно уже не запускал эмулятор на геймбой а он мне нравится по сравнению с тем которым я сейчас пользуюсь в принципе это могу уже вот так вот и что ж я думал думал но потом переосилил себя и решил что типа ладно не буду поиграю снэсовскую потому что во первых она как минимум переведена геймбой адвэнсовская без перевода а это бы осложнило бы я вам рассказывал что здесь происходит конечно потому что я как бы знаю сюжет но все равно это было бы немножечко не то вот ну и обычно я вот так вот любил развлекаться но на самом деле чё-то мы сейчас развлечения кажется приведут к тому что я скончаюсь или не скончаюсь а вот и сердечко почему стоило бы играть в геймбой адвэнс версию зельда во первых потому что там целый новый дополнительный данж созданный специально для этой версии но он фея 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 а у это муха господи новая новый данж измененные враги и тому подобное но перевод переосилил и еще почему я сомневался их стоит ли мне играть или нет было в том что после этой части я буду играть на геймбой обычный зельда но проблема в том что я тоже буду играть не оригинальный ром а переиздание которое было сделано через год на геймбой колор там тоже есть дополнительный данж потому что приобрелся цвет они сделали специально для цветное подземелье я буду проходить ее но там у них была разница в год столь и как бы можно взять и пропустить а тут так вот все это сложно так куда бы нам пойти куда бы нам пойти давайте пойдем сюда я я пока что вслепую хоть я играл а помню кровь при первом моем прохождении мне было сложно осознать что здесь можно проходить отстань от меня вот что здесь можно вот так вот пойти я думал что это стенка так ладно давайте сначала смотрим и еще стоит сразу же отметить что это прохождение будет подлиннее чем первые две если первую часть я сделал на 13 серий вторую но 12 то оба это то будет подлиннее потому что здесь на самом деле геймплей вообще игра побольше так мы опять можем подняться наверх но давайте сначала все по низу обойдем так это спуск вниз так и это мы уже с другой стороны зашли так понятное дело что вслепую я играть не буду вот и буду как и при первых двух частях пользоваться прохождениями чтобы не было ужаса у вас так да и вот мы с вами вернулись если мы поднимемся вот сюда то мы окажемся здесь а все таки карта есть так но мы никуда не поднимались не опускались так в принципе если мне память не изменяет мы можем и вот эти вазы в них кидать да это тоже действенный вариант это мы выходим с вами вот сюда на балкончик при первом прохождении я сразу же вот так вот туда ломанулся и упал что делать понятное дело нельзя было так я вот сейчас лазит там где не нужно там где не попадя кто-то занимался геймплеем это уже 20 лет серия а я тут да нам нужно вот сюда попасть вот отчеты мне ничего не скажешь что вот и нам нужно будет по отключать всякую фигню с появлением ага хнима все сильно изменилось наверное я тоже изменюсь это только дело времени ладно пошлите внутрь вот если мы зайдем вот сюда то окажемся вот здесь вот где и были так но тут у нас вот такой вот ход который нас приведет ох дан же здесь начинается очень-очень запутанные так ладно это все мы по кругу с вами обошли теперь стоит уделить внимание спуском я вот все нужно уже опять запоминать все кнопки так я предлагаю сначала пойти вот сюда я просто заряженным мечом хожу поэтому я не поворачиваюсь так второй этаж ау дай зарядить меч сволочь ладно разобрались так это у нас тронная здесь ничего нет помню помню то что эти штуки можно с ними взаимодействовать но это нам в принципе то ничего не ау не дало но я вам показал что здесь уже так так же стали мало того что много уровней так еще сами видите да двухэтажные один этаж второй этаж и все это один экран по факту так понял если мы пойдем вот сюда сейчас те кто играли в эту зельду такие типа держатся за голову что типа самый первый даже не сложный вообще релакс данж даже и то с натяжечкой данж а я столько бегу и туплю но как то знаете мне все равно так карта здесь мы все облезли это у нас тронная все нормально но остается нам только спускаться вниз нам же зельда говорила что она в подземельях замка так заряжаем ах ты сволото это знаете такой он тот аналог синих рыцарей который был и в первом и во второй части но во второй части они вообще были и ты нашел карту с ее помощью можно увидеть свое текущее положение и другие части подземелья да теперь мы открыли карту но знаете на самом деле мне эти карты так здесь не нравится абсолютно не показывают эту многоуровневость мы просто можем увидеть квадратик на котором мы находимся так это будет до свидания видите уже 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 проработка мира и все там и прочее на уровне в связи с тем что мы не занимаемся прокачкой то мы можем их сразу же сбрасывать вот и все так это мы да вот в этом большом зале который поделен на 4 экрана вот ты прям напрашиваешься сволочь ау я щас сам напрошусь походу ну щадят 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 вот мы все восстановили так ну и конечно же сами понимаете что SNES позволила и графические и музыка вообще многие считают что вот такая вот зельда самая красивая и на самом деле и я так же в принципе считаю я вообще считаю что каноническая зельда это двухмерная то есть вот примерно то же самое во что играем мы первая часть третья часть вторая часть с натяжкой но ладно мы можем признать так это мы вот так вот обойдем а так здесь что то интересное здесь у нас интерес а так ключей у нас нету а мы щас наверное найдем компас который нам в принципе не уперся так попался вот и на самом деле я реально считаю что такая зельда а мы нашли бумеранг ну давайте возьмем этот бумеранг вот может поможет и конечно же пойдем вот сюда а это спуск вниз нет давайте еще побродим по этому этажу и по факту я то и правда собираюсь для таурус гейминг ревайвл пройти только двухмерные зельды трехмерные оставить хотя зная себя мне совесть не позволит пропустить некие части но кто его знает но по факту если кто-то решится а и все да мы эти я думал что там тоже что-то есть нет там ничего нету это вот я думал четыре экрана но нет это всего лишь два экрана так что я зря сделал круг конечно же мы можем вот так вот грохнуться но толку никакого иногда просто бывает там ты падаешь и падаешь на другой этаж но не здесь так и что нам теперь делать то с этой половиной сердечка так еще вспомнить как здесь сохранялка работает именно с этой в этом эмуляторе так вот с дверьми здесь вот это вот всегда была проблема ты как бы заходишь ты исчез думаешь ты пришел а нет нужно еще нажать чтобы перейти так ладно поднимаемся ну а так готовьтесь к 20 к 25 сериям по этой части играть я в нее буду долго много где бегать лазить и все тому подобное попытаемся сделать все возможное как и обычно собрать все возможное рупию дал так все мы с вами подлечились можем теперь играть спокойно ах ты ну в первый раз он у меня вызвал больше страха а мы можем тебя бумерангом да ну вот и страдай форекс мы еще компас не нашли конечно же или его здесь нету ты вообще убиваем не тупи сережа ау не дохожу я до него ну как минимум бумерангом мы можем его отталкивать от себя а потом же мы можем зарядить меч и да умришь ты мы можем наверное сбивать бумерангом его вот эти вот вращания ну мы и 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 Ладно, гейм овер Сохранить и продолжить Почему нет? Почему бы не умереть? Так, а где это мы? Где это мы? Мы здесь Ясно, понятно все Вот, со смертями здесь все гораздо попроще Как бы Поэтому здесь умирать иногда даже полезно Забываю постоянно, как этот термин называется Когда ты специально умираешь Для того, чтобы быстрее пройти Обычно это используется в спидранах иногда Так, иди в попу Ты мне не нужен А-а-а-а-а Но у нас же теперь бумеранг есть А, мы его станем Вот все равно Так, очень, куда там что-то есть Ау В другую сторону нужно Ладно, ау, иди ты Так Ладно Нет, не падай Так, все Сердечко восстановили Я вот не помню Кажется я Зря я его там стукаю Бью И сражаюсь с ним Это бессмысленно И На самом деле Нужно его Карать По-другому Так Вот Так что я не знаю Что будет В дальнейшем После второй серии Меня уже Ничего не пугает И Зильда будет выходить Чаще Чем Раз в год Но Не знаю Ничего Отстань от меня Опять у меня Одно сердечко Да Бумеранг Просто Станет Он Не Убивает Помнится Мне кажется Нужно Его Загнать В клетку Давайте Попробуем В принципе Бумерангом Это Можно Сделать Вот Так что Возможно Я и Трехмерные Зильды Буду Проходить Кто Его Знает Заглядывать Далеко Я Не Хочу Станем Ударили Станем А Мы Ж Собирались В клетку Загнуть Ну Хорошо Вот Сейчас Мы Его Возле Дверей Застанем Давай Поднимайся Во Ау Он Прям Как Литой Заскакивает Или Мы Здесь Должны Наперед Закрыто Если Был У тебя Был Большой Ключ То Ты Смог Б Открыть Это И Я Его Еще И Туда Загнал Какая Прелесть Ну Ладно Он Уже Вышел Ладно 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 Это Начало Я Разыгрываюсь И Все Тому Подобное Так Не Будем Круголя Делать Уже Побыстрее 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 А Так В принципе Это Все Та Самая Зельда Но Сами Видите Что Здесь Ничего Далеко Не Не Ушли Никаких Новаторских Идей Очень Много Здесь Появилось Новых Предметов Новых Особенностей Но По факту Это Вот Прям Продолжение Несюжетное Конечно То Что С сюжетами В Зельдах Точнее В связи Сюжетов Разных Игр Все Очень Плохо Там Там Дурдом Происходит Полнейший Со связью Между Играми Если Вначале Еще Хоть Как-то Прослеживалось Но В итоге Знаете Большинство Людей Привыкли Воспринимать Все это Как Типа Линк Это Такой Собирательный Образ Героя А Зельда Это Такой Собирательный Образ Принцессы И то Есть В каждой Игре Линк Разный А Она Там Потом Чем Дальше Влез Тем Больше Это Заметно Что Там Прапрапра О Дед Там Перерождение И все Тому Подобное Но Я Я Навсегда Привык Воспринимать Их Что Это Просто Такая Аллюзия Линк Это Собирательный Образ Героя Конечно Конечно Же Я беру И Вместо Удара Нажимаю На карту Извините Так Ну Мы Продолжаем Зачем Зачем Я Так Что Давайте Придерживаться Такой Теории Она Не Каноническая Если Там В дальнейших Сериях Знаете Как Б Еще Уже Началось Там Типа Этот Линк Которым Мы Сейчас Играем Это Типа Прадедушка Каких Там Линков Там Даже В Определенных Сериях Уже Поколения Были Так Но Нам Ничего Не Остается Как Просто Убивать Его Недук Ну Да Вот И Все Ты Нашел Большой Ключ Это Главный Ключ Подземелья С его Помощью Можно Открывать Замки Которые Не Открываются Маленьким Ключом Спасибо Сергей Я Счастлива Что Судьба Свела Нас Сергей Слушай Внимательно С Помощи Магии Колдун Контролирует Всех Солдат В Замке Я Переживаю За своего Отца Колдун Жестокий Злодей Его Магическая Сила Очень Велика Ты Понял Меня Да Так Нужно Выбираться Отсюда Пока Колдун Не Узнал Я Знаю Где Потайной Проход Но Сначала Давай Поднимемся На Первый Этаж Пошли Пошли Карта Я Просто Привык Что У Мен Вот Эта Кнопка Она У У Меня Стерлась Полностью Я Привык Что Эта Кнопка У Меня Давайте Подлячемся Основное Действие Всегда Выполняет А Это Просто Карта Так Что Так Так Что Так Но Зато Видите Такой Маленький Ненужный В принципе Бесполезный Но Момент Весьма Приятный Зельда Вместе С нами Бегает Зельда Бегает Вместе С Нами А Вот Это Знаете Немножечко Бесит В этой Зельде На Опережении Нельзя Зажать Кнопку То есть Вот Я Например Беру На переходе Нажимаю Она Не действует И вот Я Сейчас Спускался С лестницы И давил Кнопку Что Начну Заряжать Как только Слезу А Оно В итоге Оно В итоге Вот Так Вот Да Господи Отстаньте От Меня Так Надо Спасать Принцессу Принцесса Зельда Беги За мной Так Чет Куда А Все Правильно В принципе Все Правильно Вот Нужно Поднимать Ящики Не забывать Потому что Лечиться Лечиться Ящики Ящики Да Зельда Если В тебе В спину Воткнут Меч Я Не виноват Я Я Маленький Зеленый Эльф Так Что Просто Давайте Пробежим Ну В общем За Первую Я Как Обычно За Первую Серию Все 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 Возможные Мысли Высказываю Которые У меня Есть По Поводу Игры А Потом Беру И Все Остальные Серии Несу Какую То Чепуху Так Вот Ну Как вы Поняли Нам Нужно В Тронном Зале Есть Секретный Проход Который Ведет В Храму Я Уверен Старец Поможет Нам Я Зельда На самом деле Хотел Только что Сказать Что мы Идем В Тронный Зал Но Ты Взяла Меня И Опередила Так Плевать Вот Чем Мне Еще Нравится Зельда Как РПГ Это Тем Что Можно Пропускать Врагов И Ты Абсолютно Не Испытываешь Никакой Боязни За то Что Ты Станешь Слабее Так Проход За этим Орнаментом У тебя Есть Лампа Так Там Темно Хоть Глаз Выколи Его Нужно Толкнуть С левой Стороны Поможешь Мне А Ну да Я же Как всегда Путаю Стороны Давай Линк Давай Толк Во Ну давай А Все Да Ох Вот Это Вот Пиликалка Очень Сильно Бесит Так У нас Здесь Такой Новый Элемент Если Раньше Так Ладно Берем Лампу Вот Если Раньше Просто Была Комната Пуста Вот То Теперь И Было Темно Типа Что Теперь Вот Так Вот Сделано И Это Немножечко Правдоподобнее Так Чем Просто Тем Темная Комната Где У Ай Господи Кнопка Карты Горит И В Воду Это У нас Типа Какие То Змейки Что Ль Но Хорошо Что Они К Нам Не Подползли Раньше Времени А то Мы И Не Сразу Заметь А Лампа У Нас Тратит Ман Ну Да Хотите Вы Мне Сказать Хорошо Хорошо Я Вас Понял А Кай Да Это Просто Змейки Годючки Они Такие Были В Первой Части Да Отстань Ты От Меня Злюка О Ящичек И Нем Мы Найдем Ключ У Меня Закончилась Манна Потому Что Я Нелогично Ее Тратил Нашли Манну Хорошо Так Но Это А Я Забываю Что Тут Прям До Упора Нужно По Этим Сточным Трубам Мы Доберемся До Храма Нужно Быть Тачако Рупенька Так Здесь У Нас Давайте Еще Походим Или Давайте Даже Зажгем Ну В Принципе Здесь Ничего Просто Можно Но С другой Стороны Зная Зельду Может Мне Нужно Убить Всех Мышей Здесь Что Нибудь Выпадет Так Что Давайте Потратим На это Время Мыши Мыши Не Драконы Ну Выпала Красная Рупия Для нас Ну И Кстати Сами Можете Заметить Что А Ну В принципе Это И В первой Части Уже Были Сохранения То Есть Пройдя Экран Враги Сохранялись Гори в воду Метучая Мышь Ну И Ладно Что Мы Все Спускаемся Спускаемся Все А Нет Это Мы Не Спускаемся Это Все Один И Тот Ж Этаж Понял Свою Ошибку Извиняйте Так Они Здесь Вроде Бегают По Кругу Нет Здесь Не Круговая Комната Но Помнится Мне Сюда Мы Не Надо Понятно Вот В принципе Топой Из Как раз Таки Этой Зельды У меня Наверное Любовь К SNES Вот Это К графическому Стилю SNES И Все Того Подобное И Проснулась Так Ну Сами Видите Что Секреты Стали Очевидны Не Просто Да Стена Где Ты Должен Наугад Бомбу Зарвать Теперь Это Ты Видишь Немножечко Оказуаленно Не Спорю Но Поверьте Мне Поверьте Мне Здесь Просто Гораздо Больше Всяких Интересностей И Поэтому Можно Простить Вот Такие Вот Потресканные Стены Ай 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 Вот Уже Сколько Рупий Мы С вами Подняли На самом деле Мыш Получ Ай Вот Я Еще Даже С Первого Прохождения Помню Что Я Вон Те Две Стены Не Открывал Почему Я Не Мог Их Никак Открыть За Этой Дверью Потяни За Тот Рычаг Здесь Если Мне Память Не Изменяет Один Рычаг Открывает Дверь А Второй Рычаг Призывает Кучу Кучу Змей И Я Конечно Нет Ну Давай Ну Давайте Давайте Сделаем Вот Почему Нет Я Аж Классный Сейчас Классный Вот Этой Своей Задумкой Отправлю Себя На тот Свет Гениал Гремлин Серж Во всей Красе Вот Почему То Я Никак Не Мог Открыть Эти Двери Ладно Давайте Я Пока Что Ничего Вырезать Не Буду Покажу Вам Как Все Просто Устроено Да Вот Это Смерти Возвращение Ладно Давайте Просто Бежать Не Воевать Ни С кем Не Убивать Никого А Пускай Они Нас Убивают Так Я Помню Здесь Лучше Все Так Свет Зажечь О Опа Вообще Приставка SNES Славится Как раз Таки Своими RPG Что Уж Слишком Хороши Были В свое Время RPG На Этих На Этой Платформе Ну и Ползи Дальше Так Вот Это Моя Любовь Путать Кнопки Это Что Нечто Так А там Что У нас А здесь У нас Был Сундук Включал Вот В принципе Это Можно Вообще Здесь Не Зажигать Свет Это Абсолютно Не Надо Вот И В принципе RPG Maker Задействует Как раз Так Я В плане Графики Бегайте Там Себе Прыгайте А я Вот Сюда Так Что Так Ладно Забьем На Эти Дырки В стенах Мы Туда Не Попадем С вами Надо Уже Поскорей Выходить Отсюда Плевать Так Теперь Берем И Тянем Подтянем Ну и Все Вот Мы Добрались До Храма Принцесса Зельда Вы Спасены Сергей Это Твоя Заслуга Да Это Это Сергей Помог Мне Сбежать Из Подземелья Когда Я Была Заточена В Замке Колдун Сказал Мне Как Только Я Покончу С тобой Печать Семи Мудрецов Спадет Сергей Еще Не Поздно Спасти Земли Хирула От Колдуна Если Удастся Разрушить Печать Семи Мудрецов То Злая Сила Поглотит Наш Мир Пока Это Не Случилось Пока Не Поздно Уничтож Колуна Пока Он Не Уничтожил Весь Хирул Ты Сможешь Сергей Ты Сможешь Я Ощущаю Как Разрастается Могущество Злых Сил Которые Подпитывают Агахни Магической Энергией Единственное Оружие Способное Сразить Его Легендарный Меч Героев О нем Не Рассказывал Староста Деревни Как Рико Он Потомок Одного Из Семи Мудрецов Наверное Ему Больше Известно Я Отмечу Его Дом На Твоей Карте Будь Осторожен Солдаты Из Замка Разыскивают Тебя Я Спрячу Принцессу Зельду Здесь Так что Не Беспокойся Иди И Разыщи Староста Ты Все Понял Да Я Я Вообще Понятливый Дядька И Мы Здесь Конечно Понимаете После Прохождения Данжа Мы Должны Получать Средельшко Хоть Это Был И Обучающий Но Все Так Данж Ты Нашел Большое Сердце Твоя Энергия Увеличилась На Одну Ячейку Так Ну И Все И В Принципе Тай По Хронометражу Я Думаю Можно Заканчивать Серию В принципе Почему Нет Вот Здесь Идеальное Место Чтобы Заканчивать Ну Что Уважаемые Зрители С вами Был Гремлин Серж И Это Ой Вот Это Музыка Знаменитая Тема Легенды О Зельде С вами Был Гремлин Серж И Если Вам Понравилась Эта Серия И Нравится Эта Игра Или Нравлюсь Вам Я То Ставьте Палец Вверх И Можете Написать Какой-нибудь Комментарий И Конечно Конечно Не Забываем Переходить На Таурус Гейминг Ревайвал Подписаться И Смотреть Другие Видео До Свидания